МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Примагничивает претензии и недовольство Кандалакша, на чем смогли договориться представители супермаркета и жители Первомайской 44. Оплот творчества и культуры выставочный зал отметил четверть века. В любую точку мира с удовольствием в Кандалакше открылось туристическое агентство Коралл Тревел. Магазин «Магнит», открывшийся недавно в центре города, по-прежнему остается в центре внимания. В первую очередь жители дома, в котором располагается торговая точка, уже неоднократно они проводили встречи с руководством магазина, чтобы высказать накопившиеся претензии. Очередная такая встреча, на которой жильцы вновь попытались получить ответы на наболевшие вопросы, состоялась сегодня. Когда уже наведете порядок, с таким вопросом жильцы дома номер 44 по улице Первомайской в очередной раз обратились к руководству «Магнита». Претензий накопилось много, и в первую очередь жители многоэтажки возмущает то, что никаких конкретных действий со стороны начальства магазина не предпринимается. Люди жалуются на бесконечный шум от холодильных блоков на вечную помойку около служебного входа. На этот раз, похоже, жалобы были услышаны. Во всяком случае, жильцы дома очень на это надеются. Выслушав новую порцию претензий, представители «Магнита» пообещали устранить непорядок. Первым шагом станет договор с управляющей компанией на уборку мусора. Дальше руководство супермаркета намерено заняться вопросом о переносе холодильных блоков. «Сегодня нам все-таки удалось решить, что холодильники, которые находятся под окнами граждан и шумят, будут перенесены на другую часть стены, будут закрыты профлистом, их будет не видно, они не будут портить внешний вид. Будет также перенесен мусорный бак, который сейчас здесь установлен и просто уже вокруг него валяется мусор. Это вовремя не производится, его не вывоз, ничего. Будет облагорожен внешний вид магазина и вход в торговую точку. Будет убран весь мусор». А вот что делать с фурами, которые регулярно останавливаются у магазина, тем самым мешая пешеходам и другим автовладельцам, не знают даже представители торговой точки. Говорят, мы на водителей никакого воздействия не имеем. Они лишь подвозят товар и где парковаться решают сами. Пусть с ними разбираются автоинспекторы. За нарушение правил парковки сотрудники ГИБДД одного водителя уже наказали. Выписали штраф на тысячу рублей. Однако заметили, чтобы полностью решить проблему, привлекать нужны в первую очередь городские дорожные службы. «Я думаю, эту проблему можно решить, если наши дорожные службы все-таки в полной мере обозначат бордюрный камень и наличие данного тротуара. Просто здесь оно все сделано кусками. Мы сейчас тоже по данному факту составим акт выявленных недостатков и уже будут разбираться другие соответствующие службы. Правильная часть не соответствует. От тротуара идет ледяная горка, которая на половину закрывает вообще. Это видимо, что это тротуар». Но все же дело с мертвой точки сдвинулось. В течение текущего месяца представители супермаркета пообещали провести ряд работ, чтобы жильцам дома больше не пришлось уходить на улицу и высказывать свои претензии. Подведены итоги интернет-викторин и культурный вопрос. Интеллектуальный конкурс проводился в Кандалакше в течение нескольких месяцев. Участникам необходимо было дать ответы на вопросы, связанные с прошлым и настоящим российской культуры. Интеллектуальную викторину «Культурный вопрос» кандалакшские библиотекари приурочили к Году культуры в России. Состязание для интеллектуалов проводилось в шесть этапов. Каждый включал в себя шесть заданий на темы живопись, архитектура, литература, музыка, театр и кино, культура родного края. Ответы на вопросы можно было найти как в интернете, так и в зданиях на полках библиотек. До финала дошли 29 человек. Церемония награждения призеров и победителей состоялась в теплой, почти домашней обстановке, за чашкой чая. Каждому участнику викторины были вручены подарки и дипломы в разных номинациях, таких как «Бегом в библиотеку», «Белеет парус одинокий», «Золотое перо». А вот в номинации «Загадка» отмечен победитель культурного вопроса. Почему «Загадка»? Потому что до последнего этапа мы не знали, кто это вообще такой. Мы его ни разу не видели в библиотеке. Он отвечал правильно на все вопросы. И когда уже все итоги были подведены, Светлана Сергеевна позвонила и оказалось, что наш победитель живет в Твери. И вот мы... Как его наградить? Да, как его наградить. Поэтому мы ему будем отсылать посылочку. Книгу о Кандалакше. А почему он обратил внимание на нашу викторину? Потому что он служил здесь, в Алакурте. И поэтому он следит, как живет Кандалакша. Опыт проведения викторины «Культурный вопрос» по общему признанию и участников, и организаторов получился удачным. Работники Центральной библиотеки намерены продолжить работу в этом направлении и, возможно, в следующем году снова попробуют провести подобный конкурс. А пока они готовятся к ставшему уже традиционным мероприятию «Библионочь». Она состоится 25 апреля. Горожан приглашают в путешествие по блистательному Петербургу. Далее в нашей программе коротко о других заметных новостях. Дорожные службы Кандалакша продолжают латать дыры на улицах города. Сегодня была произведена частичная реконструкция участков на улице Первомайской и Путепроводной. Работы проводятся с использованием специальной смеси, так называемого холодного асфальта. Детская шалость влетит в копеечку. Родители двух подростков, которые проводили время на Кандалакшском заливе, катаясь на льдинах, привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Сотрудники полиции и специалисты МЧС в очередной раз напоминают взрослым о необходимости следить за тем, где проводят время ваши дети. Кандалакшским отделом вневедомственной охраны проводится профилактическая акция «Безопасный дом. Подъезд. Квартира». Данное мероприятие направлено на предотвращение возможных краж посредством принятия под охрану квартир, гаражей и частных домов, в том числе и в период летних отпусков. Декларационная кампания близится к финалу. 30 апреля – последний день, когда граждане обязаны представить декларацию о доходах за 2013 год. Для удобства Кандалакшан налоговая инспекция перешла на усиленный режим работы, увеличилось время приема налогоплательщиков. Обратиться за консультацией горожане могут по будням с 9 утра до 8 часов вечера или в субботу с 10 до 15.00. Кроме того, 11 и 12 апреля в налоговой инспекции пройдут дни открытых дверей по вопросам декларирования доходов. Музей истории города приглашает горожан на выставку Петроглев и Канозера. Она откроется 9 апреля в 16 часов по адресу Первомайская, 40. Посетители ожидают увлекательная экскурсия и видеофильмы, которые помогут прикоснуться к истории наших предков. Ну а в субботу для желающих познакомиться с технологией изготовления мыла в домашних условиях будет организован мастер-класс. Записаться для участия в этом мероприятии необходимо заранее. Выставочный зал Кандалакши, который в данное время располагается в кинотеатре Нива, отметил свой юбилей – 25 лет. За четверть века здесь удалось организовать более 500 экспозиций художников, фотографов, мастеров прикладного творчества, как кандалакшских, так и тех, кто проживает в других городах области. Выставочный зал сегодня – это, пожалуй, одно из немногих мест в нашем городе, где кандалакшане могут познакомиться с творчеством современных художников, фотографов и мастеров прикладного искусства. Практически ежемесячно здесь открываются новые экспозиции самой разнообразной направленности. Стать автором выставки могут как те, кто уже давно и профессионально занимается творчеством, так и те, кто только пробует свои силы. «Основная задача и цель работы выставочного зала всегда была прославить человека, который занимается творчеством, для этого все сделать. Когда он решается на выставку персональную или участвует в спорных, хочется наиболее громко сказать о нем нашему городу». По случаю юбилея выставочного зала состоялся праздничный концерт. Поздравить сотрудников с этой значимой датой пришли многие. Немало слов благодарности звучало в адрес тех, кто уже четверть века занимается организацией экспозиции. В первую очередь в адрес Нины Антоновны Снегур, которая руководит работой зала с 1995 года. Именно благодарность благодаря ее энтузиазму многие творческие люди как из Кандалакши, так и из других городов области имеют сегодня возможность подарить частичку своего искусства другим. «Сколько прошло выставок, сколько побывало здесь знаменитых художников, фотографов, деятелей культуры. Нина Антоновна, огромная благодарность вам, как хранителю такого высокого искусства, которое действительно в нашем городе. Я пожелаю ярких идей, больших, интересных выставок, побольше гостей и всегда полных залов». «Замечательно, что еще раз говорю, что в нашем городе есть такой выставочный зал. Конечно, без его руководителя не быть ему таким, как он и есть, поэтому позвольте мне вручить памятный адрес Нине Антоновне». Специально к юбилейной дате сотрудники выставочного зала подготовили своеобразный экскурс в историю. Им удалось оформить книги и стенды, где собраны многочисленные газетные публикации, рассказывающие о том, какие выставки организовывались, кто из художников выставлял свои работы. Кроме этого, была оформлена специальная экспозиция из работ многих авторов, с которыми на протяжении долгого времени велось творческое сотрудничество. И это лишь малая часть, потому что, чтобы разместить все, просто не хватит места. «Хотелось бы, чтобы выставочный зал был, может, немножко побольше, и его площади как бы раздвинуться хочется уже. Время идет, художники вырастают, ученики уже появляются, которые выставляют. Вот некоторые впервые уже, и это было бы интересно». Планов на будущее у сотрудников зала много. В первую очередь, это, конечно же, продолжение работы по организации авторских экспозиций. И не только уже состоявшихся художников, но и тех, кто только начинает делать первые творческие шаги. Минувшие выходные выдались разнообразными на всякого рода спортивные мероприятия. В нашем городе прошли традиционные турниры по бильярду и мини-футболу среди воспитанников спортивной школы. А также бег на снегоступах для учащихся коррекционной школы. Подробнее о мероприятиях в нашем следующем материале. Вчера прошли соревнования по снегоступам среди учеников детской коррекционной школы. Примечательно, что это учреждение единственное в нашем муниципалитете, которое уделяет внимание снегоступингу и развивает этот вид спорта. Участникам нынешних соревнований предстояло бегом преодолеть дистанции в 60, 100 и 200 метров. Так, снегоступом мы занимаемся уже лет 7, наверное. Лет 7, да. Эта идея была тем, что стали проводить праздник севером в Мурманске, поэтому школа закупила снегоступы и регулярно участвуем в этих соревнованиях. Во-первых, это свежий воздух, во-вторых, мы живем на севере, что-то зимний вид спорта считается. Еще одним не менее интересным спортивным событием стал ежегодный турнир по мини-футболу среди ребят в возрасте от 9 до 11 лет. Юные спортсмены боролись за приз детско-юношеской школы. Сама игра проходила на базе второй школы. Участие приняли пять команд из Кандалакши и одна из полярных зарей. Дети волнуются, потому что немного у нас таких соревнований для именно маленького возраста. Переживают, волнуются, посмотрим, что покажут. В минувшие выходные состоялся также турнир по бильярду. Чтобы принять в нем участие в Кандалакшу, приехали игроки из Кавдора и Полярных Зарей. Играли участники в Невскую пирамиду. Это один из самых динамичных видов русского бильярда. Турнир продолжался больше 14 часов. По итогам игры лучшим стал Михаил Негребецкий из Кандалакши. Победитель прошлой игры Станислав Садыков стал вторым. Бильярдный спорт очень востребован в Кандалакши, говорят организаторы. Поэтому в следующем году они намерены немного расширить программу состязания. Торжественный момент и новый офис Курл Тревел в Кандалакши дружелюбно распахнул свои двери. Событие это действительно значимое, потому что это первое агентство. И я думаю, что оно станет таким хедлайнером в городе Кандалакши. Агентство Курл Тревел не только первое, но и уже успешное. На церемонии открытия в числе приглашенных и Яна Малютина. Девушка давно путешествует по миру вместе с Курл Тревел. Успела побывать в Турции, Египте, Испании, а не так давно вернулась с отдыха в солнечной Доминикане. Мы жили в замечательном отеле. Принимающая сторона встретила нас шикарно. Курл Тревел отлично справился со своей задачей. От отдыха у нас только положительные эмоции. Впечатлений хватит до следующей поездки. И следующий свой отдых мы доверим только Курл Тревел. Слова Яны могут подтвердить клиенты по всей стране, которые летают с туроператором Курл Тревел. Сегодня эта компания отправляет на отдых более миллиона туристов в год. Впечатления от уровня обслуживания самые положительные. Собственно, бренд Курл Тревел и позиционирует себя как марка надежности и качества. Самыми популярными направлениями у нас остаются Турция, Греция, Испания, Таиланд, Эмираты. Но мы можем предложить отдых абсолютно любому клиенту. Компании, семье, с детьми, молодоженам. Абсолютно всем. Будем рады видеть вас в нашем офисе. Уютный стильный офис туроператора Курл Тревел разместился в одном из оживленных районов города. Обратившись сюда за консультацией или бронированием, частичку отдыха вы почувствуете уже при телефонном разговоре. Курл Тревел. Добрый день, Людмила. Далее в нашей программе подробный прогноз погоды на ближайшие сутки. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. В ночь на 9 апреля в Кандалакшском районе ожидается переменная облачность, местами снег, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха минус 7, минус 9 градусов. Днем в среду 9 апреля на юге Кольского полуострова сохранится облачная с прояснениями погода. Возможны осадки, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха будет меняться незначительно от минус 4 до плюс 2 градусов. 9 апреля солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте, ответим. На этом наша программа подошла к завершению. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова